Бога, и что самое главное, быть готовым к встрече своего Господа. И потому ревностно будем стараться, во дворях ли в теле, и выходя ли из тела, быть Ему угодными. Во дворях это, живя нормально их жизнью, как привыкли жить. Выходя это, умирая. Себя, я, свое, Он называет душу. А тело, которое мы обычно приветствуем, одеваем, считаем самой сущностью, он просто считает оболочкой. Вот так надо смотреть на человека. Мы видим не друг друга, мы видим только внешнюю оболочку, платье нашей души. И главная задача, находясь ли в теле, или выходя из тела, быть угодными Господу. Если в этом состоит задача, значит, нужно все время познавать, а что Богу угодно. Как бы не прогревить Бога, что получается? Слово «угодность Богу» в Библии встречается 180 раз. Вот 180 отдельных листков, событий, мыслей, которые научают человека. Это вот взял, это Богу угодно, запишу. А вот это Бог любит, я опять запишу. Как вот сходятся люди, разный характер, в разных местах воспитывались, бывает, что разные национальности, а потом притираются к друг другу. Узнают, кто чего любит, какой порядок, обычай, и постепенно как-то сглаживается. И потом похожие друг на друга люди делают. Если долго живут, и живут дружи чем-то похожие люди. А слово «неугодный» только 49 раз. Что я нашел, исследуя это слово, и как быть угодным Богу? В книге «Исход» 15 глава 26 стих говорится о том, как быть угодным Богу, чтобы внимать заповедям Его. Вот ответ. Заповеди Его, Божьи, только в Библии. Если кто-то их объясняет, Ян Заталус, он берет оттуда и изъясняет. Что-то Серафим Саровский говорил, Сергий Радонежский. Они придумали свои заповеди, мы их знать не знаем, да и, может, и знать не хотим. Это его заповеди. У нас есть заповеди потеряющие, да и живите с ними, вам так удобно, в лагере заповеди. Нас интересуют даже заповеди Бога, Творца и Иеговы. А они вот из этой чудной книги Библии, вот закон. Человек, когда заканчивает юридический институт, у него главная задача знать законы, изменения в законах, местные законы. Когда принимает новое решение, закон потерял силу. Ты должен знать этот первый закон. Если те законы идут вопреки этих, откажись от должности, уйди, пойди на самую грязную работу. Но чтобы нигде не посягнуть на это, это, что ты здесь знал, это все кончится. А там? Ты можешь знать, как на дороге ездить, быть инспектором. Но если ты не знаешь, как доехать, добраться до неба туда, что польза от этого? Быть угодным, водворяясь и выходя. Здесь еще как-то на земле можно себя утешать. Я правильно вроде делаю, да я и дома не ворую, и жене не изменяю. Вот десятину плачу. Ну, в общем-то, неплохой ты гражданин-то. Но в день, когда душа будет выгореть из тела, тогда полностью, на сто процентов, будет подсчет произведен, что там было. И представить список. Это нам кажется. Я прожил, ни с кем не встречался. Ты-то не встречался. А вернее сказать, не видел. С утра до ночи за нами ходят специальные клевреты и пишут. Пишут, ну, раньше такие, как вот обои наворачиванные, называются хартии. И на хартии это и пишут. И вот, когда человек выходит из тела, тогда они показывают, вот ты делал неугодное Богу, нам угодное. Мы показали тебе, что ты вот это сделал, ты наш. Двадцать мытарств. Смотрел блудно, жевал, лишнее ел, пил, это отдельное мытарство. И за все будет дан расчет, за каждый толщок, что ты маленький ребенок другому стукнул. Где сказал, где солгал это особое мытарство? Почему? Это все неугодное Богу, а дьявол к себе подметает. Это мне, он враг, он старается все западе нарушить. Он искушения какие-то отдает человеку. Мы считаем в одной книге, она односюжетная, книга пророка Иона. Как Бог дал ему повеление идти в великую столицу Неневию. Люди развратились, ничего не знают о Боге, живут распутно. Город большой, а верующих никого нет. И тогда Бог с другой стороны посылает благовестника. Скажи им сначала не благую вещь, а страшную. Еще сорок дней Неневия будет разрушена. Как? Мы самые сильные. Как сейчас Америка. Все везде завоевала. Ты будешь разрушена. И он пошел, но пошел в другую сторону. Почему? Это язычники. Да и хорошо, что она сгинет в Неневию, она нам все время угрожает. Он, может быть, и радовался Иона. Купил билет, закомпостировал, все записали, но поехал в фарши. На карте смотришь, совсем в другую сторону. А себе думают, я Божье дело делаю. Богу-то не угодно, что грешники нарушают. Так я помогу Богу, чтобы уничтожил. А Бог не хочет и грешника погубить. Он посылает к нему человека знающего, чтобы открыл глаза его. И вот когда на море случилась буря, корабль развернула, они тонут, стали кричать. И он мне спокойно говорит, выбросьте меня за борт, и горе утихнет. И те люди, которые выбросили его, они молились каждой своему Богу. Но сказали, когда выбросили, сделаем так, и да будет, как Господу угодно. То есть мы какое-то дело делаем, что-то утешаем, примеряем, работаем, сеем, да будет Господу угодно. Я не знаю, что из этого получится. Я-то хотел как лучше. Господи, да будет воля Твоя здесь. Вот это вот и есть. Подворяясь и выходя. Быть угодным ему. В Деяниях апостолов, 15-й глава, 28-й стих. Когда собрался первый апостольский съезд, собор, вот так сейчас все зарубежные, они решали, вот соединяйтесь с московской патриархией, не соединяйтесь. Вот я сколько считаю, у меня создается впечатление, что настоящих, возрожденных, движимых Духом Святым, нет людей ни в зарубежной церкви, ни в православной. Говорят и доводы, одни за, другие против, но не по писанию все говорят. А вот Сергий, вот он предатель, да предатель, патриарх, мне сегодня звонят и спрашивают, как вы думаете о патриархе? Ну я думаю, что он предатель. Я так и думаю. Но благодать Бог не отнимает. Я думаю, он чекист, КГБшник, Дроздов, фамилия его, я знаю его кличку, когда, какого числа завербовали, у нас книга все это опубликована, да будет воля Господня. А апостолы, когда все сделали, говорят, и так угодно было Духу Святому. И как только угодно Духу Святому узнали, так и установили. Духу Святому, как угодно, мы должны, соизволица написано, в священии говорит, яко соизволица. А как оно соизволится? Нам ничто не может подсказать, свериться с Библией и с сердцем своим. Что сердце говорит? Вот звонит, а вы как против? Нам все-таки они соединятся, что будете делать? Идем в Вавилонский плен. Решение принято. Я уже решение точное принял. Почему? Это мне ответ на молитве. Я нас по слову Божию увидел, противиться воле Божией не надо, образовать ничего не надо, пока остановились на этом. Мы выразили свое мнение. А дальше, ну дальше Бог покажет. Вавилонский плен может кончиться через год. Какая-то часть не пойдет, кто-то останется, а может быть половина епископов так и останутся, нам никуда не надо будет переходить, от нас не зависело. Заявление писать никуда не будем, потому что воля Божия та, чтобы мы были свободны. Она нас сразу в кабалу наложит. В первом послании Петра 2, 19 и 20 говорится о тайных делах человеческих, которые с ним совершаются. И что угодно Богу. Богу угодно, когда мы страдаем, и страдаем за Божие Слово. За справедливые дела. Только бы кто не пострадал, как вор, злодей, опаздываешь на работе, там где-то тебя. Да я вот так-то ходил в церковь, поэтому пропустил. Ты не имеешь права пропускать. Ты там подписался, а здесь нет. Тебе не надо было эту работу брать, или уйди, а то устроиться на работу, других подводишь из-за тебя. Ну там может быть на пару надо работать. Магазин, отдельный участок остался открытый. Угодно Богу, чтобы мы страдали по Слову Божию. В первом послании Коринфянам 3, 22 говорится о том, что нужно соблюдать заповеди и делать благоугодное Богу перед ним. Уже другой автор, там говорит пророк Моисей, здесь говорит апостол Павел, и это делать не перед людьми, можно и заповеди Божии делать, а чтобы только меня видели. Смотрите, я же молюсь, я никогда не пропускаю, прихожу, а перед Богом это внутреннее, я этого жажду. Сердце открыто. Вы придете или не придете, я все равно приду сюда. То есть перед Богом во Христе. Второе послание Коринфянам, 1, 12, чтобы работали мы в простоте и богоугодной искренности. Не было лукавства. В простоте. Вот у нас Бог сделал так, что простой священник, простой епископ, он очень простой. Вот этот местный у них князь, к нему не могут на прием попасть. А мы разве знаем, что такое слово прием? Вообще даже этого слова у нас нет к батюшке на прием или к епископу на прием. Какие слова-то даже? Ну и чужие. Это все, что в Америке сказать о билете человека или квитки давали раньше. Ну хоть и кто это знает. Отоварить. Все. Они не знают это. В магазинах все есть. А у нас как? Вот квиточек тебе дали, значит. Отоваришься, пойдешь. А нет, ничего нет. Это новое. Новый словарь. Бедных людей, ограбленных. Так и здесь. Что угодно Богу. То, что простота. Послание к епископу, 5, 10. Дается нам большое право испытывать. И испытывать Бога. Редкое место такое. Испытывайте, что благоугодно Богу. Ты не знаешь. Хотя бы немножко двинься и посмотри, а какие последствия будут. Ну совершенно мне непонятно. На самых простых вещах я не знаю. Испытывайте. А как испытывать? На молитве друзьям скажи. Помолитесь вместе. Объявите пост. И Бог откроет свою волю. Как должно быть? Испытывайте. И когда увидите, что Богу это угодно, сразу нужно приступать к делу. Послание к филиппийцам, 2, 21. Порицание тем, которые любят по-своему. Эти люди ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. На многие дела человеческие, у верующих можно сказать так. То, что делается в церквях, я не знаю процентно, думаю, далеко-далеко за 50% в церкви делается не то, что Богу угодно. А так привыкли, мы так получили, нас грехи так научили. Ну ты посмотри по Писанию. По Писанию-то Бог пришел на землю не богослужение оставлять, не таинство, а чтобы шли и проповедовали, чтобы люди обращались. А тогда уже богослужение и таинство. Все перевернули. Неверующие люди приходят, ничего не знают, совершенно ничего. Случайно книгу издали в Рубцовске истинно подписанному православию. Ты сегодня уже звонок. И вопрос за вопросом. Почему? Я чувствовал, что это не так. Начал читать, я вижу это так. А как дальше? Что приезжай, бери книги, я еще не могу. Зачем я тебе отвечать буду? 2900 вопросов тебе хватит? Ты по всем параметрам будешь другой. А как думаете? Не надо думать, бери и работай. Там уже отвечено. В послании Колоссянам апостол Павел 3.20 говорит так. Дети, будьте послушны родителям, ибо это благоугодный Господ. Учите детей. Чтобы мы были угодны Господу, ребенок тоже смертный, иногда умирает. Для него самым большим препятствием может стать непокорность родителям. И вот когда вы видите непочтение к себе в детях, дети неверующие, родители непочитают, все время вспоминайте, а как вы обращались с родителями? Я не могу себе простить. Никогда, наверное, не прощу. Родители эту, где я поступил, несправедливо с родителями. Я мог по-другому сказать. Я не ругался, ничего не делал этого. А просто можно было помочь, более ревностно я не помог. И совесть меня мучает по сегодняшний день. Я себя покарал. Я рассказывал, как видел, как отец везет с матерью отходы. А я сидел, читал книжку. Я не побежал навстречу. А они везли. Уже снег таял. На себе, на самках. Отец без руки. А я уже в 10-м классе. Да мне это ничего не стоило. Одному самки везти. Почему я не побежал навстречу? Я это осознал сразу же, как они подъехали. Я наказал тебя. Я ей лет 30 в рот яйца не брал. Потому что они везли для куриц. Это меня не освободило. Но я старался все время этим себе напоминать. Почему? Я там не помог. Я мог помочь. Итак, апостол Павел Калочином 4.12 говорит, чтобы мы были исполнены всем, что угодно Богу. Благоугодно Ему. Ни в одном деле. А узнал, сразу записал, что я знаю Бога. Это очень угодно. Я стал испытывать себя. Я говорю о себе просто. Мне рано-рано Бог дал понять. Даже не могу сказать, но на раз в 5 лет я уже понял, вставать рано это очень хорошо. Учился в общежитии, где был все спят. Я уже часа на 2-3 раньше вставал. В армию в 6 часов пойдем, на 1 час раньше я обязательно встану. В тюрьме на 2 часа. В 6 я всегда в 4 вставал. Это опыт дает. Это угодно Богу. Почему? Тишина. Никто тебя не видит. Ты встанешь, помолишься. В тайге был. Уйду в тайгу. Не знаю Бога. Евангелия в руках не было. А внутренний позыв все время был. Теперь я знаю. Богу это угодно, чтобы у нас была с Ним тайная, интимная встреча всегда. И при том в одно время. Это очень желательно. Не надо ссылаться ни на болезни, ни на старых. Дальше еще хуже будет. Дальше другие тучи придут. Ненастье будет только увеличивать эти ветры. Познавайте во всем, какова воля Божия. К любимому ученику своему, к Тимофею, в первом послании 2-3 апостол Павел говорит, что если хотите жить мирно, чтобы не было революции, мятежей, молитесь за царей, за начальствующих, ибо это угодно Богу, который желает, чтобы все пришли к спасению. Богу это угодно. Да ты что за Путина? Каждый день опоминай его имя. Каждый день этого Каржина. Я его ни разу не видел. Всех кого? Я каждый день молюсь за Климента, этот папа римский новый. Вот сейчас Корнилий избрали у старого бряса. Кого ты помнишь? Потому что этим людям многие люди уверены. Господи, положи ему утром рано слово взять в руки. Как ты с них спросишь, если они неправильно будут вести? А эти люди, на которых он повлияет, они могут нам встретиться? Когда мне сказали, да вы что проповедуете преступникам? Я говорю, если преступник со мной встречается, он делается лучше? Ну, это лучше, это правильно. Все начальства, все говорят и благодарности. Но вот тот преступник, который стал лучше через меня, встретится с твоей жене, и она останется живая, и ты что скажешь? Он взял, встал и сразу обнял меня. Ну вот и все. И твоя дочка дойдет до дома живая. Я ничего больше тебе не скажу. Он еще не стал таким, но он уже далеко не тот, какой был. Он уже ходит без ножа. И так неугодное Богу тоже нужно познавать. И тогда от обратного растут, что это неугодно Богу. Ну и весь разговор. Угодно это еще и узнаешь, не узнаешь, а уж что-то неугодное-то, потому что мы-то неугодные и видим, как Бог с нами обращается. А тогда противоположное бери, это значит угодное Богу. В книге Левит, 10 глава, 1 стих, место вообще непонятное такое. У первосвященника Аарона, это племянники были, родные у Моисеевы племянники, они все митрополиты по-нашему сказать. Какой они огонь взяли? Непонятно. Взяли чуждый огонь, подошли к Богу. Все как надо сделать, но чуждый огонь. Никто не толкует. Где чуждый огонь? С какого-то алтаря изыщенства. Папиросы прикурили, там свечку зажгли или что-то. И Бог сразу их убил и сжег. Потому что они сделали неугодное Богу. И как было сказано, хоронить их. И мало того, сказано было не плакать по них даже. Это люди неугодные Богу. Лежат обугленные, чтобы не плакали, Бог сразу предупредил. Иначе я вас тоже накажу. Это не жестокость Божия, а в том, чтобы мы научились мыслить теми категориями, которыми Бог мыслит о нас. В третьей книге Царства 11.6 повествуется об единственном на земле мудреце, которому рано к ней было Соломону. И как он свихнулся умом из-за женщины. Не удержал себя. Сегодня сказали бы, сексуальный маньяк. Другого названия будет. Ну ты чужон. Все-таки это лишку хватил. А они все условия ставят. Я с тобой буду, я тебе буду ублажать, а ты вот с моего хама-то притащи. И он поставил и сказал, ну я к тебе в храм пойду, ты со мной сходи, мое. И написано, и делал Соломон неугодное перед очами Господа. Без слез считать нельзя. И Бог дал ему мудрость, как море, написано. Весь мир удивлялся. Но ты наклонил чресло твоей нижнюю часть к женщинам. И посрамил себя, и оставил позор после себя навеки. Что значит неугодное Богу? Отвернуться от Бога. Где бы хорошо ни было, никогда к экстрасенсу не пойду. Никакому колдуну, ничего мне этого не надо. Я боюсь огорчить моего Господа. Мне это не надо. Это неугодное Богу. Даже взор куда-то отвести трудно. Ничего, со мной и Господь. Он испытывает меня. Как я, у меня же опыт, как я закалился. Пророк Михея, 1 глава 10 стих. Когда Господь смотрит на людей, которые просто приходят в храм, а не делают, что Богу угодно. Богу это не угодно. Что ходите, свечки покупаете, толкетесь. Богу совершенно не угодно. И Он говорит, кто бы запер дверь и не держал бы огня на жертвеннике моем и прогнал бы вас отсюда. Это мой дом, а вы приходите со своей мерзостью сюда. Когда мы идем сюда, все надо очистить. Никаких обид, никаких дерганий не должно быть. Что сказали, ты поблагодари Бога. Господи, слава тебе. Уже в таком возрасте ты меня снова научаешь. Ведь вы-то все, кто обижаетесь такого, ты больше всего на меня. И кто бы не ушел на меня. Я конкретно спрашиваю, какая вина. Он сделал замечание. Ну сделал я замечание, так любя же тебя. Господь говорит не потому, чтобы в храм не ходили, а чтобы делали угодно Ему. Богу не угодно, чтобы ему сюда грязные сердца приносили, а еще грязнее уносили. Книга Вару, 4 глава 7 ст. говорит. И счастливы мы, что знаем, что благоугодно Богу и Егове. Какие мы счастливые. И что мы знаем? Отлично знаем. Открываем Слово Божие. Мы каждый шаг можем контролировать в Священном Писании. Быть кротки, блаженны духом. Бог любит слезы, когда человек раскаивается. Любит, когда много человек жертвует для дела Божьего. Любит, когда распространяет. Мне недавно одна говорит, у меня бы деньги были, я бы единственное, что сделал, на все деньги накупила, ваши книги раздала. Вот я понимаю, что у меня были бы деньги, я бы сегодня их раздал. Но я все время думаю, что для следующего издания хоть маленечко что-то вернется как-то. У меня всегда была мечта накупить Библии. Много-много. Я бы заложил на потолка, посередке залез, думаю, маленько посидел бы между ними. Если бы пропитался, а потом бы начал раздавать. При мудрости Соломона 4.4. Говорит сомнение людей, которые, видя, как верующий рано умер или попал в аварии, начинают судить. Вот он верил в Бога, смотри, никому он не угоден, желудок надорвал, гастрит у него. Но он умер раньше, потому что душа его угодно была перед Богом. И потому Господь ускорил его из среды нечестия, чтобы он не развратился. Какое толкование дается? Господь не хотел, чтобы этот человек совершенно разложился здесь. Он делает невыносимые условия, он взял из этой жизни-то. Ну, а теперь, ну, день, два, три там поговорят, а его уже нет, он у Господа. Ну, раздолбили винтовками череп царя, облили кислотой. Ну, кто это делал, тоже умерли. Ну, а теперь участь-то, наверное, не одинаковая, те, кто расстреливал их, кого расстреливали. Премудрость 9-10 говорит. Знал бы я, что благоугодно перед тобой, Господи, когда начинаю трудиться. Я несколько раз пересмотрел это место, думаю, мне надо об этом каждый день молиться. С утра до вечера и несколько дел, и все время надо знать, какое дело более благоугодное, какое может подождать. И в трудах знать, а что более благоугодным, что более важно для Бога. Бог назначил это. Премудрый Сирах 2-5 говорит. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле унищежения. Вот когда нас презирают, поносят, а ты переносишь все. Душа более крепкая делается, как старая быгарь, чем больше бьют его, тем шкура толще. Так тебе что, не все равно? Да для виду-то я еще сужусь, все делаю это. А внутри-то все равно, ну что это значит? Это все пустое. Переживания все есть. А ум-то подсказывает, это ничего, это все не значит. Ты хочешь-то укоротить, осадить, чтобы наглец дальше не лез и прочее. Сирахов 41-6 говорит, что люди цепляются за эту жизнежку жалкую. Не надо этого делать. Мы все смертные, над всеми наш приговор. И когда приближается кончина, ты радуйся, что все позади, жар огня прогорел. Потому что Богу благоугодно, чтобы мы предстали перед Ним чистыми. А сколько ты проживешь? Тысячу или десять тысяч лет? Не имеет никакого значения. Давид, когда наказывал своему сыну, 4 глава, 21 стих, тот сказал, что, сын, научись бояться Господа, удаляться от всякого греха и делать угодное перед Ним. Он богобоязненный был отец. И сыночку единственному все наказывал и наказывал. Вот как Владимир Мономах, вот так он писал в Домострой. Главное, бойся Бога. Храни заповеди Его. Притча Соломона, 1.20. Благоугодно Ему. Сердце непорочное. Вот что Богу угодно. И притча 15.20. Слава непорочного человека. И слова даже, слова непорочного человека угодны Ему. Когда человек по слову Божию сверяется, как говорит Богу это угодно, когда это все по слову Божию. Я вот смотрю на эти все документы публикуют, я ничего божественного в них не вижу. Никто ни разу не сослался на подобный случай, который был в библейской истории. Даже в более ближайшей. Вообще никак. Говорят, совершенно как будто они ничего никогда не знают. А мы собрались в присутствии иконы. Вот как малые дети больные. Да при чем тут икона-то? Да при этой иконе-то можно вытворять и что хочешь. Как ребенок закрыл икону, сметану сел, а тогда раскрыл, боженьки не видел. Ну что же играет-то? И здоровые дедушки сидят и судят. Вот там-то собрались, мы пропели. Ну что, это благоугодные ваши дела, а Библии не открыли и не было. Я был в синоде, смотрел, никогда и не считал во всех отсчетах, что было сказано, что мы помолились, встали на колени, этого нет. Ну, пробую еще, как всегда, священники-то. Сказали слова, сухие слова. Прямо мертво рожденные слова из уст идут. Вы не видели, как настоящие люди молятся, настоящая молитва изливает перед Богом, когда все плавится вокруг. Я вам рассказывал, как благочинный Красноярского края один раз случайно попал на молитву к пятидесятникам, я уж приехал к нему через месяц, он все еще не может отойти. Всю жизнь прослужил. Я первый раз увидел, как молятся. Как они молились. Да они еретики, я не про это говорю, но вера-то какая у них. Ты один раз хотя бы посмотри, как люди молятся, знающие Бога. Притча Соломона говорит об этом. И пророк Михеев, 2 глава, 11 стих. Если говоришь проповедь, людям не нравится. А ты опять против меня говорил. Мне неоднократно говорили. Я говорю, я тебя назвал. Так и так понятно, все поняли, что про меня говорится. А батюшка подошел, потеряю, и Александр говорит, почему ты так думаешь? Да он 80% про меня говорил. Третий подходит. Это слово Божие имеет такое свойство, а оно лечит всех, и незримо человека тревожит. А этот Михей говорил, его не слушали, он говорит, если бы кто-то стал проповедовать о вине и секере, какое вино хорошее, какая польза, как оно веселит, поднимает настроение, вот такой проповедник был бы вам угоден. А Богу угоден или нет? Ну начните сейчас проповедовать наркоман, о наркотиках, как ты в другую уже заходишь, область, открываются музыкальные какие-то тайные способности, мне наркоманы рассказывали в лагере. Кто будет благоугоден? Итак, идем ли мы в храм? Сидим ли дома за столом? Дремлем ли в храме? Должен быть угодный Господу. И узнать, а что Богу угодно? Богу угодно душа бодрственная, любящая Слово Его, и стремящаяся всегда быть угодны Ему, хотя бы людям, самым близким мы были неугодны. Аминь. 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 Аминь.